Крушение самолета Пригожина. Что известно к этому часу? В Тверской области вечером 23 августа разбился частный самолет Embraer. На борту находились 10 человек, все они погибли. В списках пассажиров числился основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Причины крушения пока не установлены. На месте ЧП ведутся следственные действия. Белта собрала основную информацию об авиакатастрофе к этому часу. Что известно о крушении самолета? Вечером 23 августа поступила информация о крушении гражданского воздушного судна в Тверской области. Инцидент произошел в районе села Куженкино Балаговского округа. В МЧС России сообщили, что разбился частный самолет Embraer Legacy с 10 людьми на борту. Самолет направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. Судно принадлежало компании МНТ Аэро, специализирующегося на бизнес-перевозках. На борту находились 10 человек, 3 члена экипажа и 7 пассажиров. В Росавиации сообщили, что полет самолета Embraer 135 осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке. В экстренных службах сообщили ТАСС, что самолет при ударе о землю сгорел. Всего в полете он находился менее получаса. Сервис отслеживания самолетов Flightradar 24 сегодня опубликовал отчет о крушении бизнес-джета. Согласно отчету, последние две минуты полета самолет то набирал, то терял высоту. Судно потеряло 2,4 км высоты за 30 секунд. Что сообщается о жертвах? В МЧС России проинформировали, что все находившиеся на борту самолета погибли. При этом ряд СМИ сообщили, что на борту бизнес-джета находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир ЧВК «Дмитрий Уткин». Позже Росавиация опубликовала именно всех находившихся на борту разбившегося самолета Embraer. В списке значатся «Пригожин и Уткин». Как сообщили РИА новости в экстренных службах, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших. Поисково-спасательные работы на месте катастрофы продолжаются. Что предпринимают власти? Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место происшествия выехала следственная группа. Будут назначены все необходимые судебные экспертизы. Проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы, сообщили ВСК. Расследование катастрофы самолета Embraer начала и Росавиация. Для этого была создана специальная комиссия. В пресс-службе правительства Тверской области сообщили, что на месте ЧП работают представители правоохранительных органов и сотрудники МЧС. Ситуацию взял на контроль губернатор региона Игорь Руденя. Корреспондент РИА Новости с места событий сообщил, что по проселочной дороге в направлении места авиакатастрофы периодически проезжают в оба направления автомобилей МЧС и Следственного комитета. Вдали виден развернутый оперативный штаб. На месте за оцеплением работают сотрудники СМИ. Кто такой Евгений Пригожин? Имя Евгения Пригожина прежде всего связывают с частной военной компанией «Вагнер», которую он основал еще в 2010 году. ЧВК, в частности, работала в странах Африки. Широкой общественностью о Вагнере стало известно после начала конфликта в Украине. ЧВК принимала активное участие в боевых действиях. В частности, вагнеровцы участвовали в освобождении от ВСУ городов Солидар и Артемовск. В июне ЧВК «Вагнер» совершила попытку вооруженного мятежа в России. В ночь на 24 июня вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Бойцы ЧВК двинулись в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин назвал происходящее ударом в спину, отметив, что сейчас решается судьба России, и это требует от народа единения всех сил. В итоге ситуацию с Вагнером помог урегулировать белорусский лидер Александр Лукашенко, который лично провел переговоры с Пригожиным. По итогам переговоров члены организации вернулись в полевые лагеря. Позднее в Кремле сообщили, что бойцы ЧВК не будут подвергнуты преследованию. Уголовное дело о вооруженном мятеже, возбужденное лично в отношении Пригожина, было прекращено. 29 июня Путин принял Пригожина и командиров ЧВК Вагнер в Кремле, где провел с ними трехчасовую беседу. Как реагируют в мире? В Белом доме сообщили, что президента США Джо Байдена проинформировали о крушении самолета в Тверской области. Позже пресс-пул Белого дома сообщил, что Байден не располагает точными данными о крушении самолета. «Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен», — приводят слова Байдена ТАСС. «В последние полтора часа я тренировался», — добавил Байден. В Госдепе США сообщили, что видели новости о крушении самолета, на борту которого мог находиться Пригожин. «Мы видели эти сообщения. Если они подтвердятся, никто не будет удивлен», — заявил представитель ведомства. Он не стал пояснять своих слов. «Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что ведомству известно о крушении самолета. Мы внимательно следим за ситуацией», — говорится в заявлении. В том же духе прокомментировал авиакатастрофы и премьер-министр Японии Фомио Кисида. «Мы в курсе сообщений. Мы продолжим с большим вниманием следить за ситуацией внутри России», — заявил премьер.